Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами снова Medical Fitness, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как секреты параноиков. В общем-то, я уже достаточно давно веду консультацию через интернет, в основном ко мне приходят, консультируются по поводу психологии. Очень неожиданно для меня, конечно, что психология на моем канале имеет вообще преимущественное количество просмотров, преимущественно через мой канал ко мне обращаются люди именно по психологии. Вот, ну, так вышло, так вышло. Поэтому пока будет больше психологии на моем канале, пока вам интересно об этом смотреть. Речь пойдет о чем? Как параноики достигают успеха? Почему именно паранояльные достигают успеха? И что сейчас я узнаю от своих клиентов, параноиков, о том, как они собираются преуспеть в бизнесе в это тяжелое для нас карантинное время. Если вы не знаете, кто такие параноики, вы можете посмотреть мое видео на канале о том, кто такие параноики, кто такие эпилептоиды. Есть общие короткие сжатые видео, есть более длинные видео. В общем, все смотрите, изучайте на канале. В конце, как всегда, будут подсказки. Сейчас вот о чем. Смотрите. Вы, наверное, замечали, что среди успешных людей или полководцев, или руководителей различных стран всегда доминируют два типа личности. Это либо эпилептоиды, либо паранояльные. Смотрите. Всегда для достижения какой-то идеи нужны какие качества? Волевые. То есть, соответственно, человек должен быть уверен в своей идее, должен в нее верить. И самое главное, несмотря ни на что, идти до конца. Вот это вот качество, способность идти до конца, она присуща, как правило, параноикам. Эпилептоиды тоже могут идти до конца. У них тоже есть упертость, в них тоже есть деловая охватка. Но в отличие от параноиков, как я уже говорил, у них нет сверхмощной сверхидеи. И раз нет мощной вот этой сверхидеи, то, соответственно, человек, в данном случае эпилептоид, имеющий эпилептоидный тип личности, он будет застревать на каких-то своих первичных установках. И, как правило, присоединяться к какой-то идее, брать от нее за основу какие-то инструкции и строго следовать им. То есть, как правило, это очень хороший исполнитель. И он идет, как правило, вместе с этим паранояльным. То есть, он, как правило, присоединяется к какой-то идее паранояльного. Ну, допустим, паранояльный у нас будет каким-нибудь президентом, а при нем будут служить множество разных эпилептоидов. Вот так вот примерно выглядит эта схема. Почему именно паранояльный? Потому что именно у паранояльного может сформироваться мощная сверхидея. Допустим, он решил стать каким-то коммерсантом, президентом, построить коммунизм, да? И он будет идти до конца в своих убеждениях. То есть, он будет идти по головам, невзирая ни на что. Он не будет жалеть денег. И капилептоид присуща такая некоторая жадность. Они очень любят беречь свой ресурс. Им нужно очень много, так как это как правило. Как правило, если это не смешанный тип, то, соответственно, очень много в них интроверсии. И пока они думают и решают, то есть, для них не важно вот прям срочно реализовать свою идею, сделать это здесь, сейчас, по максимуму. То есть, они очень много мешкают, очень много думают. И пока они думают и принимают это, взвешивают это решение, это может длиться очень долго. Это вообще присуще, вот это застревание присуще некоторым эпилептоидам. То есть, пока они анализируют, паранояльные делают это очень часто. Поэтому, если мы говорим о именно сильных, успешных людях, конечно, параноики, во главе которых стала сверхидея о достижении успеха, о достижении каких-то материальных благ, о достижении власти, что очень часто бывает, ну, конечно же, параноик, он будет действовать намного быстрее. Он понимает, что его жизненный ресурс в первую очередь ограничивается его собственной жизнью, то есть, сколько он живет, и его собственным здоровьем, которое с каждым годом становится, ну, не лучше. И на времени, на реализацию его задачи становится все меньше. Соответственно, он принимает решение, ну, так скажем, в ограниченный срок. То есть, как правило, люди, они, ну, более немножко в сторону экстраверсии, такой смещены, чем нежели очень глубокие интроверты, в отличие от эпилептоидов. Но отмечу, что все равно некоторые эпилептоиды в смеси, да, в какой-то с гипертимом, еще какие-то смеси бывают разные, которые уравновешивают их интроверсию, тоже, конечно же, могут достигать успеха. Но почему именно параноик все равно лидирует? Потому что есть сверхидея. Есть сверхидея, которая им движет, которая, несмотря ни на что, заставляет его делать и делать, еще раз делать, множество, тысячи попыток применять, пока он не достигнет того результата, который он, ну, собирается достигнуть. И второй момент, конечно, здесь все зависит от интеллекта. Интеллект и психотип, как я уже говорил, это несколько разные вещи. Чтобы вам было лучше меня понять, я приведу такой пример. Есть такой фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро. Там Роберт Де Ниро сыграл таксиста, который имеет такую паранояльную идею, что, в общем-то, этот город нужно очистить, что в этом городе живут одни подонки и так далее. И вот он начинает там какую-то свою подготовку по очищению этого города. Но так как он имеет достаточно слабый интеллект, делает он это весьма по-своему. Вот. Ну, каким образом он это делает? В сторону, забегая вперед, это уже более сложно, я когда-нибудь сниму, ну, то есть в сторону социопатии его сдвинулся, его тип личности, или он имел там социопатию в себе. И, соответственно, он просто убивает там какую-то часть бандитов, которые убивают его, и все это не очень хорошо заканчивается. Но у него была сверхидея, очень четко это прослеживается во всем фильме. И, соответственно, ну, как он закончил, да, не очень хорошо он закончил, никакого успеха нормального, по идее, он там не достиг. И, опять же, приведу второй пример. Не весь далеко сериал. Сериал намешан сумбурно, в общем, потом там меняется немножко тип личности главного героя, что, конечно, в жизни бывает очень редко, вот, тем более без определенных психологических тренировок в таком возрасте позднем. Это сериал «Карточный домик». И вот в «Карточном домике» первые такие серии, они показывают такого паранояльного эпилептвоида. Причем в первой серии он говорит как, особенно как параноик, да, то есть он говорит, действия различаются на эффективные, там, неэффективные. И вот щеночка, он там в первой же серии в «Карточном домике», как он этого щеночка, да, там убивает. Тихо, тихо. Ничего. Есть два вида боли. Боль, которая делает нас сильнее, и бесполезная боль, причиняющая страдания. Я не выношу бесполезных вещей. Такие минуты нужны конкретные действия. Кто-то должен выполнять грязную работу, но необходимую. Вот, то есть это явный либо параноик, либо эпилептоид. Вот кто-то из них, он может вот так рассуждать и так делать. Но потом мы видим, что он играет именно параноикой, потому что он идет по головам, подставляет людей. И свои, в общем-то, все движения, что характерно для паранояльного, он делает тоже, манипулируя людьми, используя какие-то сложные стратегии и так далее. То есть когда паранояльный, высокий, интеллектуально развит, у него идет развитие по какой шкале? Не в сторону социапатии, а в сторону даже некого нарциссизма немножечко. Ну, в сторону манипуляции. Почему? Потому что если он начнет решать силы силовыми методами, как в таксисте, мы уже понимаем, к чему это приведет. То есть он не может, как в первобытное время, пойти там, даже имея физическую силу, и всех переубивать. А, соответственно, прибегая к приему власти и манипуляций, если мы возьмем политиков, это постоянная манипуляция, у них различные интриги, соответственно, путем таких вещей он может добиваться успеха. И поэтому Фрэнк, очень люблю этот сериал, он выбирает, соответственно, именно такой путь. И вот таким путем идет, и достигает своего успеха. Идет там к этому успеху, несмотря ни на что. Вот. Потом, конечно, спустя пару сезонов, он вообще скатился, этот сериал, и там уже немножко не в ту степь вообще завели его тип личности, и не о том стали снимать. Вот. Но первый сезон, первый сезон, можете ознакомиться, посмотреть, это очень интересно, как успешный проноял достигает своего успеха. И в этом видео я хотел бы вам рассказать, что говорят мои клиенты, которых я консультирую по психологии, которые, в общем-то, имеют в себе пронояльный тип личности, и как они видят сейчасшнюю ситуацию. Почему я им доверяю? Почему я решил поделиться этим с вами? Почему я считаю, что этот выпуск очень важный? Потому что все вышесказанное мной, да, о том, что параноики достигают успеха, о том, что, в принципе, эти люди, которых я консультирую, уже имеют достаточный успех. В общем-то, я склонен им верить. И, соответственно, раз они так считают, то как бы в этом есть какой-то здравый смысл. Итак, основное мнение их по поводу карантина и по поводу вируса и так далее. Некоторые вообще склонны не верить существованию этого вируса. Но это тема отдельная. И верите ли вы в этот вирус или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам будет интересно, мы, возможно, об этом поговорим. И я, как врач, взвешу все за и против. А параноики считают вот что. Во-первых, они отсеивают все, соответственно, касательно рассуждения вот этой вот идеи. Есть этот вирус или нет? Большинство людей просто подстраховывается и считают как? Ну, если вируса нет, то как бы я ничем не рискую. Но если вирус есть, то я лучше лишний раз надену перчатки, масочку и там... Ну, они выходят из дома, ну, просто, так скажем, предохраняются. Вот. Суть не в этом. Они хотят адаптироваться к условиям окружающей среды. И бизнес в России уже не станет таким, как раньше. Он будет иметь несколько другие формы. Возможно, эти карантины будут периодически повторяться. Никто не знает, когда закончится карантин. Кто-то говорит, он закончится в августе, кто-то говорит, он закончится в сентябре, кто-то говорит в декабре, кто-то и говорит, что он год будет длиться. И все прекрасно понимают, что нужно, в общем-то, кушать. Нужно как-то дальше жить. И самое главное, все прекрасно понимают, что, соответственно, этот карантин, его могут увести еще раз. То есть будет какая-то вспышка вторичная, и его еще раз введут. Вкладывать деньги куда-либо, ну, в общем-то, в какие-то там биткоины и так далее. Для этого нужны определенные навыки. Не все имеют эти навыки. Не все готовы рискнуть, да, и пускай даже имея возможность, нанимая людей и так далее, вкладывать деньги вот в какое-то золото, серебро, биткоин, не знаю, и так далее. То есть это вариант не для всех. Вы же понимаете, что все мы имеем очень-очень разный опыт личностный, да. Я работаю врачом и имею опыт в медицине, кто-то работает экономистом и имеет в области финансов большой опыт и так далее. И все могут достигать своего успеха по-разному, да. У нас есть пример богатых врачей, там и всемирно известных врачей. У нас есть примеры богатых экономистов, программистов и так далее. Все достигают успеха по-разному. И те, кто, конечно же, не имеет личностный свой опыт, не доверяет бумагам, вот этим вот, которые там, криптовалюты и так далее, они вынуждены искать какой-то новый бизнес в, собственно, в разных совершенно сферах. Конечно же, эти сферы, большинство завязаны на интернете, на какой-то торговле, либо онлайн, либо предоставлении онлайн-услуг, в том числе масс, создание массовых там площадок, сайтов различных и так далее. Вот в это сейчас мои друзья-паранойки хотят вкладываться. Даже строительство немножечко замораживается у нас, немножечко проблемно стало строить. Поэтому все, в общем-то, ищут какие-то варианты вложения денег, которые, ну, могут, соответственно, реализовываться в это кризисное время. Вот. То есть, почему именно вложения, почему, о чем бы хотелось поговорить, какая главная ошибка людей будет, и об этом тоже я разговаривал с этими товарищами-паранойками, какая главная ошибка, ошибку они называют, и я для себя просил совета. То есть, что они говорят нельзя ни в коем случае делать сейчас в это кризисное время. Они считают, что нельзя ждать. Потому что, как я и говорил, вот эпилептоид, он как бы лучше типа переждет это сложное время, и он здесь может проиграть. То есть, они говорят о том, что нужно действовать, нужно взять эти деньги, чтобы они ни в коем случае не обесценились. Этот доллар, ну, да, сейчас он поднялся. У кого кто-то выигрывал от этого, кто-то проиграл. Бизнес у всех завязан по-разному. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Но, в общем, наша экономика, она в мире нестабильна, а уж тем более более нестабильна в России. Соответственно, они решают куда-то вкладывать эти деньги в какой-то новый бизнес и уходить в какие-то новые сферы, как-то по-новому приспосабливаться. То есть, основной посыл и основной смысл этого видео, то, что проноек всегда движется к успеху. И чего желаю я вам? Двигаться к успеху и не останавливаться, не ждать, пока вам разрешат снова открыть там ваш ресторан условно и так далее. Делать что-то новое, принимать какие-то новые решения и как-то адаптироваться к условиям сегодняшней окружающей среды, которая стала достаточно жесткой. Именно так поступают параноики. Именно так они решили адаптироваться в этом 2020 году. Не ждать с моря погоды, а начать действовать и продолжать реализовывать свои идеи. Помните, что почему параноик достигает успеха. В чем смысл видео, как я его назвал, да? Успех параноика. Секрет успеха параноика. Это в том, что он не сидит на месте. Он постоянно, ежедневно движется к своему успеху. Делает какие-то попытки, миллионы попыток, из раза в раз, снова и снова, чтобы приблизиться к своему успеху. Потому что режим выжидания и ничего не делания, он не работает ни при каких условиях. Завтра не будет лучше, пока вы сами не сделаете так, что станет лучше, да? То есть просто так проблемы не решаются. Они решаются только, когда вы идете навстречу этим проблемам и решаете их сами. Соответственно, я вам желаю стать немножечко всем параноиками и, соответственно, двигаться к своему успеху. С вами был Medical Fitness Кравцев Сергей. Я жду вас на своих консультациях онлайн. И да пребудет с вами здоровье! Продолжение следует...